Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты Максим Кембель. Смотрите сейчас. Тот самый вкус из детства. В Бобруське снова открылась легендарная лакомка. Там были очень вкусные коктейли в железных стаканах. О чем сейчас молочные? Крутой вираж, но крылу автомобиль влетел в отбойник. Водителям и пешеходам от жира тоже становится плохо. Как так вышло? Тайные тропы. Беларусы стали чаще теряться в лесах. С этого года создан поисковой отряд. Кто в зоне риска? А также плодородные сады, туристические услуги и платежная система. Беларусьбанк будет осуществлять расчеты с мастер-карт в евро вместо долларов. С какого числа? Идеальная работа и ответственное руководство. Президент познакомился с развитием садоводства в Гродненской области. Место встречи хозяйства имени Кремко, одной из самых успешных в стране, 650 работников со средней зарплатой в 1900 рублей. Производство мяса и молока – собственная торговая сеть. Зерновые здесь дают урожайность в 100 центнеров с гектара. К слову, в понедельник регион взял планку в миллион тонн зерна. Обсудили и сельхозтехнику. Здесь есть как импортные образцы, так и белорусские аналоги. Добрый день. Я так понимаю, что это все работники Кремко, да? Спасибо вам. Только единственное, что могу сказать – молодцы. И вот те руководители, которые сегодня были – это лучшее, что есть в стране. Считаю, всю страну я облетел, посмотрел – у вас лучше, чем где-нибудь. Мы будем все делать, чтобы было так везде. Мы вас помним, вы приезжали. Да я приезжал, давно уже это было. Ну, вы хорошо работаете, а чего к вам ехать? А вы не старые, вы так красивые. Спасибо вам огромное, вы действительно молодцы. Спасибо и тем, кто сегодня в поле, и те, кто вас делает эти, и сады. Благодаря нашему председателю. Да, молодцы. Позже прошло совещание по закладке садов и обеспечению внутреннего рынка. Импортный товар в магазинах часто мешает развиваться отечественным производителям, хотя они и отстают выращивание и хранение. Хороший пример местного хозяйства – площади уменьшили в полтора раза, а яблок собрали в два с половиной раза больше. Шальной поворот. В Бобруйске автомобиль наехал на ограждение моста. Авария произошла около 10 утра возле станции Бобруйск на участке дороги, где идут ремонтные работы и часть асфальтового покрытия снята. Форт Галакси поворачивался интернационально на Крылова. Ехавший впереди автомобиль, объезжая препятствия, снизил скорость. Чтобы избежать столкновений, американец резко вывернул влево и влетел в дорожное ограждение. К счастью, водитель не пострадал. На территории страны установилась жаркая погода. Зачастую это является причиной ухудшения дорожной ситуации. И водителям, и пешеходам от жары тоже становится плохо. Они теряют сознание, ухудшается концентрация внимания, иногда и засыпают за рулем. В Бобруйске за 7 месяцев этого года произошло 27 ДТП, в которых пострадали люди. Двое погибли. В масштабах Могилевской области 218 человек травмированы, 22 скончались. Уборочная кампания, материальная помощь и безопасная поездка. В Беларуси с 2023 вводятся новые правила оказания туристических услуг, что изменится. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси намолочен 6 миллион тонн зерна. Урожайность в этом году выше прошлогодней. Аграрии рассчитывают на еще большие показатели. При этом уборочная близится к завершению. Осталось меньше третьей площадей. Одновременно хлеборобы засевают поля азимами и закупают минеральное удобрение. В стране уже 70% многодетных получили помощь на подготовку детей к школе. На эти нужды выделено больше 21 миллиона рублей. Кроме того, проходят акции и ярмарки по инициативе территориальных центров, благотворительных фондов и общественных объединений. В Беларуси с 2023 вводятся новые правила оказания туристических услуг. Изменения коснутся заключение договора личной безопасности и сохранности имущества путешественников плюс международных поездок. Беларусьбанк будет осуществлять расчеты с мастер-карта в евро вместо долларов. Изменения вступят в силу с 25 августа. Другую валюту выбрала и платежная система виза. Со всеми нововведениями можно ознакомиться подробнее на официальном сайте компании. Белорусские солдаты завоевали золотом на огневом этапе конкурса «Военное ралли». Экипаж успешно выполнил задачу. Из пулемета произвел мишень из борта автомобиля. Стрельба велась на коротких остановках. В борьбе за первенство сражалась техника из Беларуси, России, Узбекистана и Монголии. Без барьеров. В Беларуси активно развивается инклюзивная среда. Защита прав людей с инвалидностью – один из приоритетов в социальной политике государства. Объекты транспортной инфраструктуры и уличной дорожной сети постоянно совершенствуются. В Беларуси ТЦСО на Ленинском районе ДЭП обустроил новую дорожку с тактильной плиткой от проезжей части с понижением бордюрного камня. Численность состоящих на учете в территориальном центре инвалидов составляет чуть более 2,5 тысяч человек. Из них 152 – инвалида-колясочника, которые по тем или иным причинам обращаются в наш центр. За обеспечением средствами реабилитации, за оказанием социальных услуг, материальной помощи и гуманитарной. Всего в стране около 160 отделений дневного пребывания для людей с особенностями. Их основная задача – подготовить подопечных к самостоятельной жизни. Легенда об Абруйском Арбате. Знаменитая лакомка получила продолжение. На социалистической 81 вновь открылась всеми любимое кафе, известное еще с 1963-го. Обновился интерьер и меню, но сохранились популярные позиции. Молочный коктейль, мороженое, пирожные. Доступные цены – первое правило заведения. Есть места в Бабруйске, которые хранят теплые воспоминания о детстве. И жаль, когда они закрываются. Нарадой жителям одной из таких заведений получила третий шанс. Знаменитая лакомка вновь открыла свои двери. С порога восхищает интерьер. Снаружи – милая летняя терраса. В первый день для гостей – настоящий праздник. Для меня кафе «Лакомка» – это знаковое место города Бабруйска. Знаковое именно с названием «Лакомка». Знаковое именно на нашей любимой социалке рядом с рынком. Внутри кирпичная стена, дизайнерская мебель, коллекция старых видов социалистической. Главная фишка кафе – итальянское мороженое. Самое дешевое стоит меньше двух рублей. В день открытия его раздают бесплатно. В этом проекте нам главное было сохранить эту семейную атмосферу, чтобы это осталось детским кафе. У нас в кафе появилась новинка – это пончики. И главной задачей было сохранить доступные цены. Лимонады, эспрессо-тоник, айс-капучино и латте. Когда похолодает, отлично подойдут ароматный чай, сладкое какао и зерновой кофе. Плюс десятки видов пирожных и тортов, как обычных, так и крафтовых, на любой кошелек. В восторге как маленькие бобруйчане, так и взрослые. Я помню его 45 лет назад, лакомку. Там были очень вкусные коктейли, в железных стаканах крутили. Были очень вкусные пирожные. Но сейчас, конечно, очень интересный обновленный интерьер. Очень все красиво. Я постараюсь с внуками приходить сюда почаще. Вот стояли, такую очередь, чтобы попробовать. Раньше в лакомку ходили часто? Да, тоже ходили. Откуда ты приехал? С Минска. Что, специально, чтобы в лакомку сходить? Да. А что уже попробовал? Мороженое. Мороженое вкусное? Да. Готовят здесь инстаграмные баблвафли со сливками или мороженым. Можно зайти не только за десертом. В меню хот-доги и фастбоксы с картошкой фри, бургерами и наггетсами. Приятный сюрприз для горожан – молочный коктейль с таким знакомым вкусом детства. Ваниль, шоколад, клубника, вишня, орех. В составе – мороженое и топпинг. Цена напитка от 2 рублей 80 копеек. Лакомка открыта ежедневно с 9 до 22 часов. До 16.00 – самообслуживание. После начинают работать официанты. За специальными предложениями и жизнью кафе можно следить в инстаграм-аккаунте. И обязательно загляните в сердце старого города. Опасность густой чаще. В летний сезон белорусы стали чаще теряться в лесах. Буквально в эти выходные в Бобруйске спасатели вывели из массива семейную пару. В поиске участвовали 8 человек и 4 машины. В роли потерянного оказываются как маленькие дети, так и пенсионеры. МЧС напоминает – вода, лекарства, нож, спички, бумага, еда и фонарик – обязательные элементы в рюкзаке. Если в лес с вами идет ребенок, не выпускайте из виду его ни на секунду. С этого года создан поисковой отряд. И есть соответствующая техника, поисковой автомобиль и квадроцикл. Соответственно, сил больше у спасателей Бобруйска. И возможностей моментально отреагировать и найти потерявшихся в лесу. Перед походом в лес нужно сообщить об этом родным. Не лишним будет установить приложение МЧС Беларуси «Помощь рядом». Через него можно найти полезные советы. Здесь же следите обстановку по интерактивной карте «Запреты и ограничения». Звониться до службы 112 можно даже при отсутствии связи. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА